Добрый день, уважаемые коллеги, поклонники отечественной литературы. Друзья, сегодня мы поговорим о жизни и творчестве Василия Макаровича Шукшина. Я представляю опорный Алтайский государственный университет в городе Барнауле. Наш ЛУЗ по праву считается лидером по изучению биографии и творческого наследия Шукшина. К тому есть веские основания. В 1989 году впервые прошла тогда еще всесоюзная научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству Василия Макаровича Шукшина. И с тех пор, вот уже 30 лет, она с разной степенью регулярности проходит и привлекает всех ведущих шукшиноведов, как из России, из стран ближнего зарубежья, так и стран Запада. Нужно сказать, что за эти годы была сформирована научная школа Шукшиноведения и был создан целый ряд трудов, которые охватывают биографию Шукшина и его творчества, и без которых в настоящее время ни одна серьезная работа по Шукшину не может быть принята. Это прежде всего трехтомный энциклопедический словарь-справочник жизни и творчества Василия Макаровича Шукшина. Это и такая научно-популярная шукшинская энциклопедия. Это и восьмитомное собрание сочинений Василия Макаровича, которое вышло в год его 80-летия в 2009 году. И, конечно, девятитомник Шукшина. На сегодня это самое полное собрание сочинений не только художественных произведений, но и писем, рабочих записей, черновиков и документов, которые связаны с творческой лабораторией Шукшина. Мне выпало счастье стать главным редактором этого издания и возглавить большой коллектив из восьми ученых-филологов нашего университета. Все это я вам говорю не для похвальбы, а для того, чтобы вы самостоятельно нашли ответы на те вопросы, на которые сегодняшняя лекция вам их не даст. Нельзя объять в небольшой лекции весь тот мир, который окружает творчество Шукшина. Поэтому, пожалуйста, найдите те издания, они есть в библиотеках нашей страны, и на все вопросы вы там найдете ответ. Прежде чем мы познакомимся с биографией Василия Макаровича Шукшина, нам следует обсудить еще один момент. Тематика цикла лекций предполагает, что мы будем говорить о творчестве Шукшина в контексте деревенской прозы. Но дело в том, что ни в одном биографическом очерке, ни в одном литературоведческом исследовании, творчество Шукшина не относится к творчеству писателей-деревенщиков без оговорок. Всегда есть какие-то оговорки, которые так или иначе ограничивают его взаимодействие с этим направлением в литературе нашей страны пословоенного периода. Мы позже об этом поговорим более подробно, но прежде всего обращает на себя внимание на такой сугубо формальный момент. Если мы возьмем статью в энциклопедии о Шукшине или любой какой-то биографический очерк, то обращает на себя внимание определение сферы его творчества, так сказать, его творческого амплуа. Как правило, оно описывается трехчастной формулой. Василий Макаральевич Шукшин, выдающийся отечественный писатель, кинорежиссер и актер. При этом вот эти компоненты трехчастной формулой могут меняться местами. Кинорежиссер, писатель, актер, где-то актер, затем писатель, кинорежиссер и так далее. Разные варианты мне приходилось видеть. Но это уже тема для отдельной беседы, что преобладает. Действительно, если мы обратимся опять же к этой формуле, мы можем сказать, что Шукшин, безусловно, состоявшийся писатель, у которого все формальные признаки для этого есть. Он автор двух крупных эпических произведений, романов, которые как-то так в традиции принято соотносить с настоящими серьезными писателями. Василий Макарич написал роман Любавины, который вышел в 1965 году и, наверное, самое известное его произведение, роману Степани Разине «Я пришел дать вам волю», который был опубликован в 1971 году. Кроме того, существует еще один незаконченный роман, который не был опубликован при жизни писателя и условно исследователям рассматривается, как продолжение романа Любавина, Любавина вторая часть, хотя здесь не все еще ясно. Но, тем не менее, мы видим, что Шукшин создал два крупных произведения, которые были опубликованы при жизни, которые привлекли внимание читателей. Кроме того, он автор нескольких повестей, более сотни рассказов. Кроме того, киноповестей, произведений в особом синкретическом жанре, которые, собственно, Шукшин создал и активно развивал. Кроме того, у него есть произведения для театра, пьесы «Энергичные люди» и повесть для театра «А поутру они проснулись». Кроме того, Шукшин активно работал в жанре публицистики и при его жизни практически ежегодно появлялись в периодике и в специальных сборниках и его статьи, посвященные каким-то общественно-политическим проблемам, культурным проблемам, интервью, многочисленные его и беседы, которые также публиковались. То есть он активно себя представлял и в жанре публицистики. Более того, мы об этом тоже будем говорить, собственно, его самые первые опубликованные произведения – это публицистические статьи. То есть таким образом Шукшин, бессловно, заявил о себе в литературе, и то, что он писатель, ни у кого не вызывает сомнения. Но мы знаем, что Шукшин еще и известный отечественный кинорежиссер. Он снял всего пять фильмов полнометражных. Это живет такой парень «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки, лавочки» и «Калина красная». Но если мы с вами рассмотрим каждый фильм, то увидим, что все они, за исключением фильма «Странные люди», были очень популярны, до сих пор остаются любыми зрителями и регулярно показывают их по телевидению. Но, кроме того, почти все эти фильмы были отмечены призами различных кинофестивалей. Фильм «Живет такой парень» получил приз в Венецианском кинофестивале. Почти все они получали призы всесоюзного в кинофестивале. А фильм «Калина красная» многими кинодеятелями включен в число лучших фильмов двадцатого века. Поэтому, безусловно, как кинорежиссер Василий Макарович Шукшин входит в когорту лучших отечественных кинорежиссеров. Как фильм «Калина красная» и стала первым шагом на пути к славе. Открыла для него большой кинематограф. Ну и впоследствии все его роли далеко не всегда были ролями главными, ролями первого плана. Очень много у него ролей даже второго и третьего планов. Но все эти роли, они запоминающиеся, они оставили след в душе кинозрителей. Таким образом, все вот эти три компонента, формулы творчества Шукшина, они имеют право на существование. И, как правило, представители кинематографа Шукшина, кинорежиссера ставят на первое место, писателя Шукшина и так далее. Это я говорю к тому, что сегодня мы с вами в рамках одной лекции не сможем объять весь творческий мир Василия Макаровича Шукшина, увидеть все его творческие ипостаси. Сегодня мы с вами будем говорить только о Шукшине писателя. Но чтобы понять творческий мир Шукшина, его творческую лабораторию, необходимо познакомиться и с его кинопроизведениями. Потому что творчество Шукшина необычайно синкретично. Все его литературные произведения, они кинематографичны. Не случайно Шукшин говорил о том, что кино это хорошо организованная литература. Многие его рассказы стали основой для киносценариев, по которым он потом снимал свои фильмы. Ну и уже в зрелой части своей жизни, в зрелом творчестве Шукшин приходит к созданию синкретического жанра как киноповесть. И лучшие его фильмы по признанию кинокритиков это печки лавочки и калина красная. Они созданы как раз на основе киноповестей. Поэтому необходимо вам посмотреть еще и фильмы с участием Шукшина. Фильм, который он снял как кинорежиссер. Потому что это просто необходимо для проникновения в идеи на эстетический мир образности Василия Макаровича Шукшина. Нам необходимо сказать несколько слов о биографии Василия Макаровича Шукшина. Потому что очень многие мотивы, сюжеты, образы его творчества входят корнями в его автобиографию, прежде всего факты его юности и детства. Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки. Тогда с Ростинского района, сегодня это Бийский район Алтайского края. Село расположено в 35 километрах от города Бийска, второго по величине города Алтайского края, на знаменитом Чуйском тракте. Это торговая магистраль, которая еще с 19 века соединяла Южную Сибирь с Монголией, и по которой вплоть до середины 20 века шли торговые караваны. Сначала на лошадях и верблюдах, а в 20 веке, конечно, уже на автомобилях, с различными товарами из России в Монголию и из Монголии в Россию. Родители Василия Макаровича Шукшина были обыкновенные колхозники. Его отец Макар Леонтьевич Шукшин работал перевозчиком горючего, а затем машинистом на молотилке. В 1931 году родилась сестра Василия Наталья Макаровна. Переломным и роковым для семьи Шукшиных стал 1933 год. 25 марта Макар Шукшин был арестован и обвинен в заговоре в колхозе пламя коммунизма. По этому же обвинению было арестовано всего 87 человек, как из села Сровский, так и из соседних сел. Макар Шукшин был топирован в Барнаул, где 21 марта состоялся суд, и ему был вынесен приговор по статье 58 антисоветская деятельность. А уже 28 апреля Макар Леонтьевич Шукшин был расстрелян. Но семья Макара об этом ничего не знала. Ничего семье не объявляли. И о смерти отца Шукшин узнал уже гораздо позже. Мы знаем, что заговор был полностью сфабрикован органами ОГПУ. И впоследствии те следователи, которые были причастны к этому заговору, сами в 1937 году были арестованы и расстреляны. Ну а уже в 1956 году все участники этого дела были реабилитированы. Но незнание ситуации, незнание фактов породили те легенды, которые до сих пор существуют вокруг ареста Макара Шукшина. Они, прежде всего, касаются Василия Макаровича Шукшина, его сына. Потому что, как признавался потом сам Василий Шукшин, он был уверен, что отец был вожаком крестьянского восстания, восстания против советской власти. И, несомненно, это наложило отпечаток на образ Степана Разина и на работу Шукшина над романом о Степане Разине и впоследствии о фильме о Разине, который он намеревался снять, но не успел. Опасаясь за свою судьбу, за судьбу детей, мать Василия Макаровича Мария Сергеевна переписала детей на свою девичью фамилию Поповы. Поэтому Василий Шукшин до 16 лет, до получения паспорта, носил фамилию Попов. И под таким именем Василий Попов его и знали в сростках долгое время. Каким был в это время Шукшин? Ну, по всем воспоминаниям его товарищей, его односельчан, он относился, говоря современным языком, в категории трудных подростков. Он был заводилой всех мальчишеских игр, таких даже проказ, как налеты на сады или бахчи, более зажиточных односельчан. Но в то же время очень рано мальчик проявил творческие способности. Он научился играть на гармоне, он любил декламировать стихи, он любил сам сочинять стихи. И уже в начальной школе он выступает в самодеятельности на школьных вечерах. Мы знаем со слов его ближайших друзей, что Василий даже писал что-то. К сожалению, не могут вспомнить, что это было рассказы, там были пьесы, там были стихотворения. Сейчас уже установить это невозможно. Но факт, что очень рано творческие способности, способности прежде всего к литературе, у Василия Попова проявились. В 1936 году Мария Сергеевна вышла повторно замуж за Павла Николаевича Куксина. Василий отчима не принял. И, как мы знаем из цикла с детских лет Ивана Попова, впоследствии всячески пытался ему перечить, всячески пытался его не слушаться, оказывал свой протест. Хотя впоследствии он, уже будучи взрослым человеком, он говорил о том, что отчим был хорошим человеком, который взял его мать с двумя детьми, который старался всегда делать все хорошее для семьи, очень по-доброму относился к детям. Но и здесь не сложилось. Как говорится, в 1941 началась Великой Отечественной войны. Павел Николаевич был призван на фронт, и уже в 1942 году погиб под Курском. Семья осталась опять одна. Тяжелые военные годы, недоедание, тяжелый труд. В колхозе все это. Шукшин описал в рассказах из цикла из детских лет Ивана Попова «Далекие зимние вечера», дядя Ермолай. Причем он сделал это настолько ярко, настолько правдоподобно, что даже у биографов Шукшина никогда не возникало сомнений в этом. Поэтому я и вам предлагаю для того, чтобы узнать какие-то детали о детстве Василия Макаровича Шукшина, обратиться к его рассказам о посвященном детству. В 1944 году Василий Попов окончил семилетку и встал вопрос, куда идти учиться дальше. В селе была обязательно семилетняя школа. Его товарищи решили поступать в Бийске автомобильную технику. Собрались приобрести профессию автомеханика, а может быть даже и шофера. Но это было не случайно, потому что, как я уже говорил, Сросский находится на Чуйском тракте. Это всегда романтично. Это профессия шофера для сельских ребятишек, конечно, была заманчива, потому что это и определенная уже техническая профессия, отличная от того, что они видели себя в селе. Это романтика дальних странствий, путешествия, опасности на Чуйском тракте. Поэтому выбор сросинских мальчишек был очевиден. Но Василий, скорее всего, поступил, что называется, за компанию, потому что очень скоро профессия автомеханика он охладел. Учился он с явной неохотой. Особенно ему тяжело удавались предметы естественно-научного цикла, математика, физика. А в то время как литературу, историю, географию он очень любил. По воспоминаниям его одногруппников, он и в бийском автотехнику продолжал что-то писать. Эти его первые опыты не сохранились. Но внезапно, в апреле 1947 года, он бросает технику и возвращается в Сросский. Каковы были причины, по которым он оставил бийский технику, до сих пор непонятно. И сам Шукшин, и его биографы выдвигают разные причины. Всего порядка пяти причин есть, почему это произошло. Сам Василий Макарович в шутку эти причины объяснял так. Ввиду непонимания поведения поршней в цилиндрах. Как раз поведение поршня в цилиндрах представить очень легко. Но в этой его шутке, конечно, есть доля правды. А по всей видимости, у него совершенно не было тяги, не было увлечения к профессии автомеханика. Он уже тогда видел для себя какое-то иное предназначение. Видел себя в иной деятельности. Поэтому решил сделать такой серьезный шаг. Он вернулся в родные сростки. А дальше происходит еще одно необъяснимое до сих пор событие. Как известно, по законам того времени колхозники не имели паспортов. Вплоть до середины 70-х годов такой закон существовал. А вот, тем не менее, каким-то образом Василий Попов, возможно, здесь при помощи матери, получает паспорт. При этом он меняет фамилию Попов на Шукшин. И в этом, безусловно, очень смелый шаг. Шаг, который показывает характер Василия. Он мог выбрать, собственно, три фамилии. Фамилию своего отца. Фамилию, под которой он жил все это время. Попов и фамилию отчима Куксин. Но он выбрал фамилию репрессированного отца. С тех пор он стал Василием Шукшиным. И, точнее, как говорят в сростках, Шукшин фамилия. Он уезжает из сросток. Где он был порядка двух недель, мы не знаем. Но в мае 1947 года он начинает работать в одном из подмосковных строительных трестов. В это время шло активное восстановление сооружений, железных дорог, заводов, страдавших во время Великой Отечественной войны. Рабочие руки были нужны. И поэтому в следующие два года Василий в качестве рабочего, в качестве слесаря, работает на предприятиях Подмосковья, Калуги, Владимира. И в августе 1949 года он был призван на срочную службу военно-морской флот. Призван был из Подмосковья. Сегодня это микрорайон Бутово, входящий в Москву. Но в то время это был подмосковный поселок Ленино. Сначала Василий Шукшин служил в городе Ломоносов под Ленинградом, а затем был приведен в Севастополь. Его воинская специальность – матрос-радист. Он был береговым матросом. В его задачи входила контроль за радиоэфиром и связь с судами, которые находятся на боевом дежурстве в море. В это время он восстанавливает связь с семьей. Дело в том, что после своего отъезда из тела в 1947 году он не писал матери и сестре. И они не знали, что с ним происходит. Было одно письмо из Калуги, а дальше полное молчание. Все это говорит о том, что очень непростые отношения были. О молодого Шукшина с семьей. Но именно во время службы в армии он решает эти отношения наладить. И из Севастополя регулярно шлет письма матери и сестре. Из них мы узнаем, что он решает заняться своим образованием. Мы помним, что он закончил только школу семилетку, техникум не закончил. Но для того, чтобы дальше двигаться по жизни, ему нужна была десятилетняя школа. Он решает экстерном сдавать экзамены за десятилетку. Он просит сестру прислать какие-то учебники. Мы знаем, что он ходил в библиотеку в Севастополе. Внезапно, в октябре 1952 года, с болями в желудке, он попадает в госпиталь. У него диагностируют язву 12-перстной кишки. И в ноябре 1952 года он был досрочно освобожден от службы по болезни. Как мы сейчас говорим, комиссован. И уже в декабре 1952 года он вернулся в Сросске, на родину. Что он должен был чувствовать в это время Василий Шукшин? Ему уже 23 года, но за плечами у него ни образования, ни серьезной профессии. Потому что, конечно, в селе профессия радиста была бесполезной. В то время, как все его друзья, с которыми он когда-то поступал в Бийский автотехникум, его благополучно закончили. Все имели, так сказать, хорошую профессию. Некоторые уже занимали какие-то руководящие должности. А Василию пришлось нагонять в жизни. Ну, надо сказать, что он решает это оригинальным способом. Но, наверное, вполне объяснимым для того времени. Он решает идти по комсомольской линии. Он вступает в комсомол и параллельно сдает экзамены экстерном за 10 класс. Интересно, что после того, как он в августе 1953 года сдает экзамены, его принимают на работу учителем в Сростинскую вечернюю школу. Вскоре он становится даже директором вечерней школы. И именно в это время, в 1953-1954 годах, в местной газете «Боевой клич» выходит его первое произведение. Это статьи «Учиться никогда не поздно» и больше внимания учащимся вечерних школ, в которых он призывает молодежь получать образование в вечерней школе и говорит о необходимости образования в современной жизни. И даже звучит цатира в его статьях, потому что он там продергивает некоторых беспечных учеников, своих односельчан, которые, как он пишет, вместо того, чтобы идти на занятия, идут на танцы. В этих статьях уже есть то, что будет свойственно и художественной прозе, и публицистике Шукшина в будущем. Это всегда присутствие юмора, это обилие фразеологических оборотов, какие-то такие яркие, емкие образы, которые он умеет буквально двумя-тремя штрихами рисовать. Вместе с тем, вот эти статьи закладывают характерную черту творчества Шукшина. Он на протяжении небольшого периода своего творчества всегда находил место для публицистики. Практически каждый год его активной творческой жизни появляются интервью, беседы, статьи, в которых он рассуждает о важнейших проблемах общественной жизни, проблемах культуры, искусства, литературе и кино. Как мы видим, основы этого фактически были заложены еще в Сросках. Активно он работает по комсомольской линии и в мае 1954 года становится кандидатом в коммунистическую партию. Для чего это нужно, мы с вами узнаем чуть позже. Потому что параллельно он ведет подготовку к поступлению Всесоюзного государственного института кино в ГИК. Следует отметить, что в этот момент Шукшина был выбор своего будущего пути. Мы знаем, что он хотел поступить в Горно-Алтайский педагогический институт. Мы знаем, что его приглашали для работы в Алтайский краевой комитет комсомола. То есть предлагали работать по партийной линии. И третий путь он выбрался для себя сам. Летом 1954 года он подает документы во ГИК, в Москву. Это, безусловно, был смелый шаг. Настолько необычный в контексте его судьбы, что до сих пор многие биографы об этом можно читать. А считает, что вот это событие произошло совершенно случайно. Но документы говорят о другом. В Лавгике до сих пор хранится личное дело Шукшина, где все документы, которым подавал, при поступлении сохранились. И мы знаем, что он еще до отъезда в Москву, до подачи документов обратился в комиссию с письмом, где просил сообщить ему характер вступительных испытаний во ГИК. Ну и уже летом он подал документы. И согласно сохранившейся табели о вступительных экзаменах, все вступительные экзамены им были сданы на пятерку сочинения по литературе на тему о творчестве Маяковского он написал на четверку. Хорошо. Но с учетом устной части экзамена общая оценка была 5. Если кому-то такая оценка покажется низкой, хочу сказать, что его известный одногруппник, всемирно известный будущим кинорежиссер Андрей Тарковский получил за это же сочинение только удовлетворительно. При том, что абсолютно все, кто знал Тарковского, свидетельствуют о том, что он человек был блестяще эрудированный, который отлично знал не только русскую литературу, но и мировую. Выходец из творческой семьи, который и вращался среди представителей творческих династий. Это был, безусловно, прекрасно образованный человек. Но мы видим, что Шукшин смог получить более высокую оценку за сочинение по литературе. Поэтому все слухи о неотесанности Шукшина, о легенде о мужичке в кирзовых сапогах, который приехал в Авгик, это не более чем легенды, которым руку приложил и сам Шукшин. Потому что, конечно, он чувствовал себя неловко в первое время среди своих одногруппников, потому что в творческих вузах и тогда, и теперь во многом сильно цеховость, принадлежность к творческим династиям. Такие ребята, конечно, были среди одногруппников Шукшина. И ему, который попал в Авгик не по каким-то квотам, как представитель национальных республик, не по золу династии, исключительно по своему решению, по своей настойчивости, ему было тяжело первое время учиться. Но, тем не менее, он очень быстро освоился, очень быстро проявился его талант и уже практически со второго курса его приглашают для съемки в курсовых и дипломных работах более старшие товарищи. Так, в 1956 году он снялся в курсовой работе, поставленной по одноименному рассказу Хемингуэя, убийцы, режиссером, который стал Андрей Тарковский. В 1958 году Шукшин снялся в картине Марлена Хуциева «Дом солдата». Он находился в то время на практике в Одессе, на Одесской киностудии еще с 1957 года. И его пригласили на роль Федора Большого фильм «Дом солдата». Съемки шли очень трудно и долго. Шукшину пришло взять академический отпуск во ВГИКе, но тем не менее он ту работу закончил и она сразу же его ввела в мир большого кино. потому что роль Федора Большого а фильм в прокате получил название «Два Федора», под которым мы его сегодня и знаем, был очень успешным и до сих пор он входит в Золотой фонд отечественного кино. И, начиная с этого времени, с 1958 года, еще будучи студентом, он начинает активно сниматься в кино. В 1960 году он успешно снимает свой дипломный фильм, короткометражку из Лебяжья сообщают и оказывается очень трудной ситуацией. Дело в том, что он получил распределение как режиссер на Светловскую киностудию. В то время киностудия возобновила съемку художественных фильмов, там нужны были режиссеры, но получив уже определенный опыт в кино, снимаясь как актер на различных студиях СССР, он понял, что серьезное кино и весь свой потенциал он может реализовать только в Москве, только на центральных студиях. Но он работал на Мосфильме на второстепенной должности ассистента режиссера, а его собственно к режиссерской работе не допускали. Но после того, как фильм из Лебяжья сообщает, увидел Сергей Герасимов, художественный руководитель студии имени Горького и очень всесильный человек, влиятельный в кинематографе, то он пригласил Шукшина для работы на студию имени Горького. И скоро у Василия Макаровича появилась возможность снять свой первый полнометражный фильм. Он решил это делать на Алтае. В 1963 году начались съемки. Более того, он получил даже вперед называемые постановочные деньги и смог даже купить себе кооперативную квартиру в Москве в районе Свиблова, где он прожил до 1972 года. Фильм живет такой парень, который он снимал на Алтае. Получился очень удачным. Он был отправлен на Венецианский кинофестиваль, где получил один из призов. И это тоже стало таким трамплином в кинематограф для Шукшина, режиссера. В 1965 году он снимает фильм Ваш сын и брат, тоже на Алтае. Фильм получил свою долю негативной критики, но в целом он был очень удачным. Далее последовал фильм Странные Люди, в 1969 году, который он снимал во Владимире. Этот фильм, к сожалению, не был поднят современниками, потому что о нем слишком откровенно проявились тенденции западного кино. поэтический кинематограф, очень символичный фильм, и зритель оказался к этому просто не готов тогда, в 1969 году. Затем последовали фильмы Печки-Лавочки и самый знаменитый кинофильм Шукшина Калина Красная, который он снимал уже на киностудии Мосфильм. Почему это произошло? Потому что с середины 60-х годов Шукшина владела мысль снять фильм о Степане Разине. Он написал киносценарий, который, к сожалению, был отвергнут. Затем он решает написать роман. Этот роман «Я пришел дать вам волю» появился в 1971 году сначала в журнале «Сибирские огни», а потом, к сожалению, уже после смерти Шукшина вышел отдельной книгой и продолжал борьбу за фильм, который не удавалось поставить. В 1973 году Шукшин снимает, наверное, самый свой известный фильм «Калина Красная», который известным немецким кинорежиссером Фазбиндером включен в число лучших фильмов XX века. Но этот фильм Шукшин снимал уже на киностудии Мосфильм. Почему так произошло? А потому, что проведя долгие годы в борьбе за постановку фильма о Разине на киностудии Мини Горького, где ему под разными причинами отказывали, там были объективные обстоятельства, потому что фильм получался очень дорогим, и чтобы поставить этот фильм, пришлось бы отказаться от других каких-то фильмов известных. Я вам приведу пример, что в это время шла работа над фильмом Татьяна Лиозова «18 мгновений весны» на киностудии Мини Горького, и вопрос действительно стоял, так, либо фильм о Разине или фильм о Штирлице. Трудно сравнить эти два фильма, и, наверное, неправильно было бы их сравнивать, но просто представьте, да, мы бы получили фильм о Разине, но, скорее всего, не увидели фильма «17 мгновений весны», который стал не просто фильмом, это стало культурным явлением, фильм вошел в анекдоты, на основе него какие-то другие уже фильмы стали строиться и так далее уже в наше время, поэтому в культуре нельзя сравнивать, но вопрос был очень серьезным, очень глобальным для культуры даже. Когда Шукшин понял, что на киностудии Мини Горького ему реализовать свой проект не удастся, он перешел на студию Мосфильм. надо сказать, что здесь дела у него шею удачнее, и он получил разрешение на съемку фильма, но предварительно дал обещание Сергею Бондарчуку сняться в фильме «Они сразались за родину» в роли бронебойщика Лопахина. Это стало последней картиной Василия Макаровича. Мы этот фильм все знаем, любим. Съемки проходили летом 1974 года на Дону. В общем, у них участвовал и сам Михаил Шолохов, который одобрил кандидатуру Шукшина на роль Лопахина. Мы знаем, что Шукшин и Шолохов встречались, они симпатизировали друг другу. Но внезапно 2 октября 1974 года Василий Макарович Шукшин скончался в своей каюте на теплоходе Дунай, на котором проживала съемочная группа. Съемочная сражалась за родину. Орициальная версия сердечной недостаточной. До сих пор существуют какие-то конспирологические версии смерти Шукшина. Хотя скажем сразу ни факта, ни одного свидетельства в пользу этих версий нет. Но зато на другой чаше весов у нас есть многочисленные свидетельства самого Шукшина, которым в письмах ставил и людей, которые близко знали свидетельства болезни Василия Макаровича. Весной 1974 года он провел в больнице. Его мучила язва. У него были проблемы с сердцем, о чем он пишет Василию Ивановичу Белову в своих письмах своему ближайшему другу того времени. Мы знаем, что Шукшин тяжело всегда много работал и даже параллельно находясь на съемках они сражались за Родину. Он летал в Ленинград на съемки фильма «Прошу слово». Осенью стояла большая жара на Дону, теплоход накалялся, он сам жаловался на то, что ему тяжело дышать. Плюс вот эти переживания предстоящей съемки фильма Степани Разини, потому что он в октябре должен был уже приступить к натурным съемкам. Вот, видимо, все это вместе сложилось, привело к тому, что сердце Шукшина не выдержало. Вот этот факт, неожиданная смерть, до сих пор многих волнует, не дает покоя, и в таких случаях всегда принято искать какие-то причины внешние, но боюсь, что здоровье Василия Макаровича подорвано тяжелым детством, тяжелой юностью, курением, он много пил, очень кофе, на что указывали все, кто его знал, они привели к такому результату. Надо сказать, что очень трагической оказалась и судьба матери Василия Макаровича Марии Сергеевны Куксиной, которой судьба всегда была очень тесно связана с сыном. Мать очень тяжело переживала смерть Василия Макаровича, она писала постоянно письма на его могилу, она первым начала собирать воспоминания о нем, его друзей, потому что они сами писали, она начала собирать материалы для будущего музея писателя в Сросках, но в 79-м году, находясь в больнице и делали операцию на глазу, она упала со стула в столовой больничной, ударилась головой и скончалась. Вот таким образом смерть матери казалась такой же трагичной, как смерть сына. Теперь давайте более подробно поговорим о литературном творчестве Василия Макаровича Шукшина и его связи с творчеством писателей деревенщиков. Мы уже сказали, что такая связь с большинством литературоведов допускается с определенными оговорками. С чем это связано? На наш взгляд с двумя обстоятельствами прежде всего это вот та широта творчества Шукшина, о которой мы говорили в начале нашей лекции. Шукшин равновелико себя проявил и как писатель, и как кинорежиссер, и как актер. Никому из писателей деревенщиков вот такая широта творчества не была свойством. Я имею ввиду прежде всего главных представителей этого направления Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев. Они все же были сконцентрированы на литературном творчестве. Что давала широта творчества Шукшину? Мы знаем, что кинематограф это космополитичное искусство. Шукшин именно в ходе своей деятельности в кино практически каждый год бывал за рубежом, часто в различных международных мероприятиях. Он прекрасно знал все западные киноновинки. Он был хорошо знаком с новинками в области западной литературы и философии. И этим очень интересовался. В музее Шукшина-Всроска хранятся очень необычные экземпляры. Это фотокопия романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь». И некогда революционные издания, например, книга Гершинзона о философии Ницше. А мы знаем, что Ницше был запрещен в СССР его произведение. Нельзя было где-то достать, прочитать. Но мы видим, что Шукшин это все читал, он этим интересовался и различными способами, как тогда говорили, доставал. наверняка, бывая за границей, он имел возможность познакомиться с теми новинками и русской зарубежной литературы, и западной литературы, которые в СССР не попадали. все это несомненно влияло и на его идейно-эстетические установки, и на его поэтику. Мы видим, что в середине 60-х он все чаще использует приемы поэтики модерна, искусство модерна. это прежде всего символизм, его искусство становится более символичным, прежде всего это касается кинематографа, наиболее ярко проявляются в фильме «Странные люди». При этом творчество писателей-деревенщиков все-таки было более консервативным, и в этом коренной коренное различие между Шукшиным и деревенщиками. А второй момент, о котором нельзя не сказать, это то, что безусловно период активного взаимодействия Шукшина с деревенщиками характеризуется определенными временными рамками. Вообще следует сказать, что были попытки представить эволюцию творчества Василия Макаровича Шукшина, попытки соотнести эволюцию с определенными хронологическими датами, но все-таки, на мой взгляд, наиболее удачной является попытка каким-то образом систематизировать творчества Шукшина, который предложил Александр Иванович Кууляпин, барнаульский шукшиновед, доктор филологических наук, профессор. Александр Иванович предложил рассматривать эволюцию творчества Шукшина в контексте его взаимодействия, сотрудничества с ведущими литературными журналами. Мы знаем, что Шукшин активно публиковался и в газетной, и в журнальной периодике. Практически все центральные литературные журналы так или иначе публиковали произведения Шукшина, но в определенные периоды времени он более активно взаимодействовал с конкретными журналами. Мы знаем, что Шукшин вошел в литературу это произошло в 1961 году именно благодаря сотрудничеству с редакцией журнала Октябрь. В то время журнал возглавлял известный писатель в силу от Кочетов. Журнал считался оплотом консерватива. И с другой стороны он представлял тот самый советский стеблишмент куда Шукшин всегда хотел войти. Однако вскоре он переходит из журнала Октябрь в стан идейных противников Октября в журнал Новый Мир, который возглавлял в то время Александр Твардовский. Это происходит к середине 60-х годов. Мы помним, что именно в журнале Новый Мир был опубликован рассказ Александра Солженицына «Один день» Ивана Денисовича. Журнал с тех пор стал настоящим оплотом идеи либерализма, идеи Хрущевского оттепеля и как раз благоволил к авторам, которые нарушали в своем творчестве каноны соцреализма, который ярко защищал журнал Октябрь. Так вот если рассказывать Шукшина начала 60-х годов, они написаны сугубо в русле соцреализма. Например, «Правда» или тот же рассказ «Двое на телеге» один из первых. А то рассказы новомирского периода это рассказы в которых сильны элементы модернизма. У них очень заметен символизм. Особенно ярко вот эти тенденции проявились конечно шукшинском кино в фильме «Странные люди», который оказался непонят современниками. Ну и в литературе их количество постоянно растает. повесть точка зрения и другие произведения они как раз этого периода как раз насыщены элементами модернизма. Но и этот период отмечен тем, что более активно шукшин воплощает в себе идеалы деревенской прозы. потому как раз деревенская проза не принимала соцреализм. Это было тоже в определенном смысле новаторским направлением, при том, что в центре внимания деревенщиков была патриархальная культура, деревня с ее проблемами. Проблема влияния, отрицательное влияние городской культуры на традиционный уклад деревенской жизни и так далее. А вот шукшин эту тематику целиком берет, развивает и именно в этот период он максимально близок деревенщикам. Это привело к тому, что в самом начале 70-х годов Василий Макарович даже становится постоянным автором журнала «Наш современник» оплота писателей деревенщиков. Журнал, который сегодня остается предстанищем для писателей почерников, как они себя называют. То есть это журнал, который и в настоящее время ориентирован на ценности патриархальной культуры, русской, исконной русской культуры, патриотизма. Однако в 70-е годы происходит новое изменение в художественно-эстетических установках, в поэтике Шукшина. У него все ярче проявляются элементы постмодерна. И в определенный момент, это 74-й год, уже накануне своей смерти, он все больше противоречит канонам деревенской прозы. Сохранилась переписка Шукшина с Василием Ивановичем Беловым, это письма весны 73-го года, в которых Шукшин жалуется, что наш современник не берет его рассказы, и что, скорее всего, он разорвет отношения с журналом. Скорее всего, так бы и произошло, если бы не внезапная, скоропостижная смерть Шукшина в октябре 1974-го года. Из этой переписки хорошо видна и причина такого раздора, причина хидейных разногласий с деревенщиками. Это рассказ Кляуза, документальный рассказ, как его определяет Шукшин, рассказ, против которого резко выступил Василий Иванович Белов, который считал, что нельзя путать искусство и публицистику. Реальное событие не может быть в центре внимания произведения искусства. Должно быть художественное общение. Шукшин же, наоборот, как он сам писал, все больше склонялся к жанру документального рассказа. Здесь, опять же, мы можем сказать и влияние традиций кино и интерес Шукшина к публицистике, который у него был всегда. И в своем кинематографе он всегда использовал кадры хроники непрофессиональных актеров. То есть, он стремился приблизить искусство к реальности. И вот как раз жанр документального рассказа позволял ему это делать. Когда вспомню рассказ Кляуза, то есть, там реальный случай, когда кто произошел в больнице, когда Шукшин лежал в больнице, к нему не пустили его друзей, как раз писателей деревенщиков, среди которых был и Василий Белов. И вот этот случай, он стал основой для описания самой ситуации, но и для рассуждений Шукшина о том, что с нами происходит, в людях укореняется душевная черствость, почему нет сострадания и взаимопонимания. Ну вот, Белов считал неприемлемым для искусства, Шукшин считал, что так должно и быть. Мы понимаем, что для литературы постмодернизма, допустим, 90-е, это вполне нормальная ситуация, но в то время она воспринималась как новаторская, неприемлемая. поэтому скорее всего, если бы не смерть писателя, то Шукшин разорвал бы вот эти отношения и связь с деревенской прозой, хотя при всем при том его всегда отвечали такие теплые дружеские отношения и с Василием Ивановичем Беловым, и с Виктором Петровичем Астафьевым, Несмотря на какие-то расхождения идейные, с Беловым они остались друзьями до самых последних дней. Мы назвали с Вами те моменты, которые различают, скажем так, не позволяют нам полностью отождествить творчество Шукшина с деревенской прозой, но, безусловно, были и общие исплачивающие элементы. Это интерес к патриархальной культуре, это интерес к деревне, это интерес к православию, хотя он у Шукшина, скажем так, замаскирован в его художественных произведениях. Вот. Это то, что является общим для творчества Шукшина и для творчества деревенщиков, и то, что проявилось очень четко в произведениях Шукшина, интересующего нас периода. То есть, это вторая половина 60-х, с самого начала 70-х годов, когда Шукшин был максимально близок к идеалам деревенской прозы. Сейчас я предлагаю в этом русле вместе прочитать и проанализировать один из самых лучших рассказов Василия Макаровича Шукшина, который, на мой взгляд, максимально близок к творчеству деревенщиков. Это рассказ «Крепкий мужик», который был опубликован в 1970-м году в журнале «Новый мир». Сюжет этого рассказа достаточно прост. в селе сдали новое складское помещение, а старый склад, бывшая церковь, освободили. И стало непонятно, что делать с этим бывшим складом, бывшей церковью. нашелся крепкий мужик, бригадир Шурыгин, который решил сломать церковь. Формальная причина – нужен кирпич для строительства свинарника. И вот Шурыгин тракторами опутав церковь, тросами пытается ее сломать, но неожиданно односельчане выступили в защиту церкви. Возникает конфликт, тем не менее Шурыгин свою задачу выполняет, церковь разрушена, Шукшин насыщает текст символикой, которая нам позволяет на вот эту сюжетную линию посмотреть под другим углом. Давайте начнем с названия рассказа «Крепкий мужик». Что нам это напоминает? Ну, безусловно, есть выражение «крепкий хозяин», который имеет положительное значение. Крепкий мужик – это крепкий хозяин. Тот, кто хорошо содержит хозяйство, это образец, пример для подражания. А что у нас в рассказе? Да, Шурыгин играет роль такого хозяйственника. Склад опустел, зачем ему стоять, давайте сломаем, кирпич используем для строительства свинарника. Такой хозяйственный подход. Но мы потом с вами видим в рассказе, эта причина оказывается фикцией. На самом деле, да, потому что никак невозможно вот эти кирпичи расколоть по-одиночке, потому что строители XIX века, здесь мы даже говорим о XVII веке, они строили на совесть, используя различные арты. методом. Сюжет рассказа довольно просто. В третьей бригаде колхоза «Гигант» сдали в эксплуатацию новое складское помещение, А старый склад, это бывшая церковь, освободили, и осталось у нас стоять никому не нужное. И вот о ее судьбе задумался бригадир Николай Шурыгин, который хочет церковь сломать, добыть таким образом кирпич, и из кирпича построить свинарник. И получает формальное согласие на это председателя колхоза. Однако, когда Шурыгин начинает ломать церковь, зацепил с помощью металлических тросов к тракторам и пытается ее прокинуть, он встретил протест со стороны односельчан. Все село вышло на защиту церкви. Возникает конфликт Шурыгина с односельчанами, однако Шурыгин задуманно и выполняет. Церковь сломана. В то же время он понимает, что кирпичи разбить ему не удается. Стена поломалась такими блоками, по два, по три кирпича. А крепкий раствор, в котором были эти кирпичи скреплены, не позволит их разбить отдельно. Кроме того, и в селе, и даже дома, в семье, Шурыгин встречает мощное общественное осуждение. В том, включая его мать и жену, все его осуждают, они понимают, почему он это сделал. Ну и вот, рассказ кончается тем, что ночью Шурыгин уезжает в райцентр, где находится председатель колхоза, с тем, чтобы, как он говорит, выпить, посмеяться над сделанным. Сюжет довольно простой, он понятен, но, как мы видим, Шурыгин насыщает этот сюжет символическими элементами, что позволяет взглянуть нам на рассказ под несколько другим углом. Начнем с названия рассказа «Крепкий мужик». Ну, безусловно, в памяти сразу возникает такое вооружение, как «крепкий хозяин», которым принято характеризовать хозяйственных крестьян, которые ведут хорошо хозяйство, все у них устроено, все сделано рационально и на пользу. Вначале рассказывают, что Шурыгин, конечно, и пытается предстать именно таковым. Церковь опустела, ее хотят закрыть. Зачем мне так стоять? Давайте ее сломаем, добудем кирпичи и построим свинарник. Сэкономим государственные деньги, условно, Шурыгин здесь – это прекрасный хозяйственник, тот самый крепкий хозяин. Однако мы видим, что по факту происходит совсем другое. Церковь сломана, но кирпич добыть не удается. И заканчивается тем, что Шурыгин просто-напросто хочет взвести это все в кучу. И пусть это зарастает крапива, никому не нужна. Поэтому крепкий мужик, здесь, безусловно, мы должны воспринимать это определение с определенной иронией. Во-вторых, обратим внимание на имя персонажа. Николай в переводе с греческого означает «победивший народы». И мы видим, что в рассказе Шурыгин противостоит народу. Что шукшины подчеркивается в целом ряде моментов. Когда тракторы пытаются сломать церковь, среди тех, кто активно противостоит Шурыгину, есть и сельский учитель, молодой человек, которого Шурыгин отгоняет таким образом. «Не суйтесь ни в свое дело», – сказал Шурыгин. «Это мое дело, это народное дело», – говорит учитель. Действительно, учитель поддерживает весь народ. Вся, как бы мы сказали раньше, община села Сросски. Кроме того, когда Шурыгин возвращается домой, то такой же протест он встречает со стороны жены, которая ему говорит, «Тебя всем миром просили, ты послушал». Вот это определение мира, как определение крестьянской общины, оно еще раз подчеркивает, что Шурыгин здесь выступил против народа, против мира, против общины, или против общества, как говорили, до революции населения. Шурыгин, фамилия происходит, тот диалектного слова «Шурыга», который мы встречаем в словаре «Дали», означает оно «негодный человек», «мошенник», «Ера», что тоже оправдывает в рассказе действия Шурыгина. Теперь обратимся к самой ситуации слома церкви. Дело в том, что у Шукшина было довольно сложное отношение к православной церкви. Он был крещеным, более того, он был крестным отцом для своих племянников. В письмах Шукшин поздравляет мать с Пасхой. То есть, все признаки того, что он был человеком воцерковленным, есть, но они никогда открыто не проявлялись Шукшином в художественном творчестве или публицистике. Если мы вспомним статьи «Монолог на лестнице» или вопросом самого себе, то там звучат, да и в других его произведениях звучат такие слова о том, что какие-то элементы патриархальной культуры, которые сохранились у русского крестьянства, например, Масленица, Святки, он утверждал, они не имели никакого отношения к церкви. Это вот элементы патриархальной культуры, которые связаны с вот этим годовым сельскохозяйственным циклом. То есть, так или иначе, он всегда подчеркивал свое дистанцирование от православной церкви. Поэтому, сказать, Шукшин был верующим, очень сложно. Василий Иванович Белов утверждает, что так оно и было. Действительно, Шукшина в квартире были иконы, мы знаем, хоть и все факты, о которых мы уже говорили, они свидетельствуют о том, что, в всяком случае, он был, скажем так, последователем православной традиции. И вполне возможно, что, если бы не его скоропостижная смерть, то он бы, так сказать, стал истинным верующим. в рассказе о церковке, которую ломает Шуыгин, безусловно, придается значение не столько к культовому учреждению, к культовому зданию, а как символу, а как символу, как элементу, то есть самой патриархальной культовой. Не случайно церковь здесь предстает только как форма. Это бывшая церковь, еще и бывший склад, из которой все содержание вынесли, освободили ее, и осталась только вот эта внешняя форма, здание. Но и эта внешняя форма для жителей села значима. Шукшин пишет о церкви. Она хоть небольшая церковка, оживляла деревню, некогда сельцо, собирала ее вокруг себя, далеко выставляла напоказ. То есть церковь в селе выступает как некий идейный стержень, который собирает вокруг себя село. Там Шукшин пишет еще о том, что для старшего поколения она значима тем, что их в этой церкви крестили, здесь же отпевали их дедов и прадедов. То есть это не просто здание. И даже побывав в роли склада, церковь по-прежнему остается значимой для односельчан Шурыбина. Ну и здесь уместно вспомнить, что в восемнадцатом и девятнадцатом веках еще раньше собственно наличие и отсутствие церкви в населенном пункте являло важнейшим признаком определения его статуса. То есть село это деревня, где есть церковь. поэтому уничтожение церкви в селе Шурыгино конечно же имеет важное значение. По сути дела косвенно говорит о уничтожении села конечно в переносном смысле. встает вопрос почему Шурыгин это сделал и здесь на этот вопрос ответить не так просто. мы неоднократно видим эти вопросы которые задают ему односельчане когда он ломает церковь они постоянно спрашивают Николай кто велел это сделать Шурыгин прекрати своего они хотят знать кто приказал и вопрос стоит перед нами перед читателем здесь возникают другие выкрики от сельчан например руки чесались у дьявола и мать говорит мать его прямо называют дьяволиной да и постоянно ему жители говорят что это сам дьявол его заставил сломать церковь шури 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 джи нам тоже дает ответ на этот вопрос почему он сломает церковь первую мы с вами уже рассмотрели версию о том что это сугубо хозяйственные задачи его заставили разломать церковь чтобы добыть кирпич но в разговоре с матерью и потом уже самим собой он дает ответ на этот вопрос он вспоминает некого Ваську Духанина который в 20-е годы своротил с этой церкви крест Шургин запомнил этот факт из детства и проходя мимо проходя мимо вот этой кучи сломанной церкви он вспоминает он думает о том что вот и нынешние ребятишки запомнят как он сломал церковь то есть им здесь двигает чувство таким образом сохранить память о себе чистолюбие наверное то же что и двигало Васькой Духаниным в 20-е годы и упоминание вот этих событий конечно выстраивает здесь такой параллельный хронологический пласт 60-е годы я напомню это время очередной период гонений на церковь вы помните что в период Великой Отечественной войны были сделаны большие послабления многие церкви открылись но после войны в период Хрущевского теперь начались вновь антиклирикальные гонения что нашло отражение в литературе поэтому вот эти мысли которые Шукшин высказывает в своем рассказе они совершенно не случайны но от 60-х годов 20-го века он нам перекидывает мостик в 20-е года когда закрывались церкви сбрасывались кресты и колокола когда церковное имущество конфисковывалось а затем как мы знаем продавалось за рубеж но здесь есть еще более глубокий мостик в древность мы знаем что церковь 17-го века кричит учитель церковь 17-го века и Шурыгин уезжая из деревни на мотоцикле тоже вспоминает об этом 17-й век вспомнил Шурыгин вот он твой 17-й век в 17-м веке как мы знаем происходит раскол церковный раскол и борьба со старообрядческой церковью то есть Шукшин на основные трагические вехи в истории православной русской церкви связал замкнув на 60-х годах 20-го века и на образе замкнул это на образе Шурыгина нам конечно здесь интересно в том что Шурыгин отделяется от мира от односельчан он подобно Иуде который отделяется от 12-ти апостолов вдруг начинает действовать как будто по чьему-то разумению им двигает кто-то другой и вот этот мотив Шукшиным подчеркивается еще одним способом выезжая из села Шурыгин напевает песню что ты что ты что ты что ты я солдат девятой роды 31-го полка оптирдарпупе здесь конечно можно вспомнить и библейские высказывания имя легион и общий смысл в том что Шурыгин действует по чьему-то заданию и характерно что собственно председатель колхоза с которым он согласовывать свои действия всегда общается с ним опосредованно по телефону это некое внешнее какое-то внушение внешней поддержки которая помогает Шурыгину сломать церковь ну и очень характерно заканчивается рассказ я вам зачитаю мотоцикл вырулил из деревни воткнул в ночь сверкающее лезвие света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра Шурыгин уважал быструю езду нам конечно же эта фраза напоминает известное произведение мертвые души Николай Васильевича Гоголя кой же русский не любит быстрой езды мы отсюда же должны перекинуть мостик другому расскажешь Шукшина забуксовал и как раз помните встает вопрос а кого же везет птица тройка да и герои приходят к выводу парадоксальному Чичикова то есть жулика мошенника мчит русь тройка так и здесь шурыгин соотносится вот с этой птицей тройкой но уже на механической тяге который тоже выхватывая лучом света из ночи новые села новые населенные пункты уезжают туда сломав предварительно церковь в своем родном селе и здесь конечно уже перед нами открывается проекция в будущее в прошлое мы уже спроецировали на прошлую историю а теперь что же нас ждет в будущем вот такое предостережение от Шукшина оно конечно в духе целиком в духе идейно-эстетической позиции деревенской прозы о том что патриархально русская деревня обречена на разрушение причем это разрушение часто происходит не изнутри а по влиянию извне конечно прямых намеков не делается но такие уколы в сторону советской власти конечно присутствуют мы знаем по целому ряду публицистических произведений Шукшина о том что эта позиция была близка и ему вывод Шукшина довольно прост эта идея та которая реализована им в романе я пришел дать вам волю крестьянский уклад жизни сложился веками он возник не просто так это результат опыта и ломать его основываясь на какие-то внешние принципы а внешние учения внешнюю диалогию это неправильно это разрушительно для крестьянина он сам на примере своей семьи испытал это разрушительное влияние он видел как его родное село да и тысячи других деревень стараются перенять городскую культуру которая в них очень часто насаждается и извне из города но как правило до села доходит только Ирзац культура заменителя дешевых заменителя этой культуры и замещая патриархальную культуру вот этой подделкой разрушение деревни усиливается стократно еще раз хочу сказать что в начале 70-х годов идеи эстетические позиции шукшина меняются и он начинает тяготеть к поэтике постмодерна но это не значит что он отказывается от своих идея эстетических позиций периода взаимодействия с деревенской прозой мы наверняка бы увидели совершенно нового шукшина который сохранил верность своим убеждениям но вывел бы их на совершенно новый художественный уровень к сожалению этого не произошло но даже то что Василий Макарович шукшин успел сделать и в литературе и в кино настолько велико настолько обширно что литературоведам и киноведам еще предстоит многие годы осмысливать это культурное наследие и каким-то образом его систематизировать я надеюсь что наш сегодняшний разговор станет только началом и именно вы уважаемые зрители несете свой вклад в изучение жизни и творчества великого русского писателя Василия Макаровича Шукшина спасибо за внимание